всем привет привет сегодняшнем видео будем пересаживать пират пикоти как мы можем видеть в горшочке не одно растение у меня в горшочке два растения это пират пикоти и бабочка оба растения цвели на по два цветоносика дали в общей сложности в горшочке было четыре цветоноса пират пикоти который на одном цветоносе у меня цвел стопроцентной бабочкой а на втором цветоносике были обычные цветы без мутации пилы без пилоричной мутации бабочки интересно как в следующий раз эти два кустика у меня процветут и сегодняшнее видео я не буду разглядеть эти кустики я их хочу пересыть вместе как они есть тем более они красиво высажены мне очень нравится и я их просто не хочу рассоединять я их почищу них изначально были не очень хорошие корешочки кое-где такие подпорченные скорее всего уже от старости так как мы знаем что срок эксплуатации корней орхидейки не больше двух-трех лет и потом потихоньку они отмирают и в замену старым корешочкам вырастает новые корешочки в сегодняшнем видео хочу поговорить о торфяных стаканчиках что это за стаканчик для чего он нужен орхидейки почему многие азиаты садовники и голландские садовники сажают орхидейки в торфяной стаканчик еще с маленького саду я отвечу на вопрос является ли панацеей или является ли катастрофой если у орхидейки под шейкой находится торфяной стаканчик и она к вам приехала и после живет у вас еще два-три года с этим торфяным стаканчиком на все эти вопросы я постараюсь ответить сегодняшним и так приступаем к обрезанию в первым делом цветоносиков для этого я беру секатор секатор обязательно обрабатываю перекисью водорода потому что я не помню что я делала в прошлый раз обычно я после того как попутал всегда обрабатывать перекись водорода но для подстраховки мы это все дело а протираем ватным диском я это все обратно протираю можно попшикать и не протирать это все только на ваше усмотрение убираем наши цветоносики держатели вернее крепежи для цветоносиков и сейчас мы будем подрезать там где сухие цветоносики мы их полностью убираем а там где зелененький я их подрежу и может быть с них орхидейка пробудет новые разветвления или даже возможно может быть детка что не исключено в этом году в этом году у многих моих орхидей baby boom и это без суткининовой пасты и так сначала подрежем сухие цветоносики я вот здесь видите вот он как бы ниже зелененький я выше живой почки подрежу есть вероятность того что орхидейка может заморозить этот участок и дальше не сушить цветоносик ну а здесь надо подобраться цветоносик обрезаем полностью потому что с него толку не будет здесь я подрезаю до первой живой почки можно подрезать ниже там на сантиметр на полтора у меня здесь примерно сантиметр это как вы видите как считаете нужно я всегда подрезаю до первой живой почки конечно же если цветонос слишком высокий то я могу ниже подрезать при этом убрав какую-то из почек здесь та же самая история подрезаю чуть выше живой почки и это кстати два цветоносика зелененьких у каждой орхидейки осталось по одному зелененького цветоносику если не считать еще этот пенечек у 2 орхидейки тут непонятно на вот начнет сушить дальше или же она остановит сушку и в дальнейшем просто он будет зелененьким и пробудит живую почечку срезы можно обработать перекисью обшику для того чтобы закупорилась рамка и туда не попала никакая инфекция либо же это можно сделать допустим куркумой присыпать или уголем активированным присыпать тем чем желаете нужно можно фунгицидом кашкой запечатать как желаете и считаете нужным так можно и сделать но в моем случае я считаю что достаточно перекиси водорода для обработки срезанных дальше я беру ненужный мне старый кулечек вы можете брать подносики все что у вас есть из ваших подручных средств для того чтобы высыпать и утилизировать старый ненужный грунт после садовника я грунт после садовника никогда не использую повторно в посадку орхидея моя цель будет и не раздереба не два кустика по разные стороны я хочу максимально их сохранить вместе но при этом убрать старый грунт которая сыпется и срезать старые сухие корешочки которые не нужны нам в посадочке конечно же торфяной стаканчик который я уберу в моей посадке этот торфяной стаканчик уже будет не нужен потому что в зимнее время года у меня немножко важно по крайней мере по прошлым зимам то что видела я что было у меня помещение где стоят орхидейки влажность воздуха поднималась от зимой до 60 процентов и даже были дни когда поднималась влажность до 69 процентов поэтому мне не пригодится вернее моим орхидейкам не пригодится торфяной стаканчик уже в моих посадках сейчас будем освобождать орхидейку от старого грунта и немножко поговорим про торфяной стаканчик что этот торфяной стаканчик я вам его покажу как он выглядит и для чего он нужен орхидейкам как мы можем видеть вот он тот самый злосчастный торфяной стаканчик который почему-то многие арха любители боятся а я считаю что это зря потому что этот торфяной стаканчик он очень и очень полезен и он очень круто наращивает орхидейкам новую корневую систему но когда орхидейка еще выслужена саженцем в торфяной стаканчик и только-только начинает свой рост и развитие в новой жизни которую ей дал садовый в этом торфяном стаканчике маленький саженц с растет до следующей пересадки есть садовники это в основном голландцы которых у которых абсолютно все орхидейки идут с таким торфяны им стаканчиком абсолютно все будь то первого сорта будь то орхидейка вышел сорта будь то орхидейка вторичного сорта Абсолютно все идут с торфяным стаканчиком, потому что малышей изначально высаживали они или заказывали у азиатов, высаженных уже в торфяной стаканчик. И, кстати, маленькие саженцы с торфяным стаканчиком у шейки можно встретить и сейчас очень крайне-крайне редко у азиата. В основном азиаты сейчас стараются высаживать орхидейки на продажу в маховой стаканчик, а торфяной стаканчик сейчас это уже диковинка и большая редкость у садовников азиатов. Так, подытожим первый момент. Торфяной стаканчик нужен для того, чтобы нарастила орхидейка как можно больше корневой системы. И, кстати, в торфяной стаканчик садовники добавляют даже специальные удобрения для того, чтобы орхидейка начала активно растить корневую систему и лиственную массу. Итак, приехали к голландцам малыши саженцы в торфяном стаканчике, немножко подросли и дальше идет последующие этапы пересадки растений по мере роста и развития растений. Итак, орхидейка с этим торфяным стаканчиком, который была посажена еще маленьким саженцем, переходит из посадки в посадку голландцам до следующей стадии пика, это цветение. И с этим торфяным стаканчиком орхидейка продолжает расти и развиваться и начинает свисти у голландцев. И после уже, как только засвело растение, делается перевалка в новую посадку в кору, даже цветущую орхидейку, и отправляется эта орхидейка к заказчику с этим же торфяным стаканчиком. Обратите внимание, в какую мелкую кору была посажена орхидейка, это все неспроста. Таким образом, садовники голландцы приучали растения, корни растения к посадке в коре. И посмотрите, камеленькая кора, и кстати, вот именно вот такую мелкую кору можно спокойно использовать, когда вы пересаживаете орхидеи подростков. Они очень хорошо принимают мелкую кору, очень прекрасно они растут и развиваются. Только используйте такую мелкую кору, новую, не после посадки садовника, а берите новую свежую кору. Есть кора специальная для подростков, она как раз такой меленькой фракции, которая идеально подойдет для маленьких орхидей подростков. И в следующих видео у меня есть такая кора, и наконец-то она ко мне приехала, и мы в следующих видео в такую кору будем сажать орхидей подростков. Так вот, садовники голландцы подготовили полностью растение, пересадили его в новую посадочку, и с этим торфяным стаканчиком орхидейка в новой посадке едет к заказчику. И именно этот торфяной стаканчик, он прекрасно держит влагу внутри у корней растения, и что очень и очень хорошо помогает преодолеть длинный и долгий путь транспортировки растения уже к заказчику и дальше уже к покупателю, а именно к нам. И вот благодаря этому торфяному стаканчику орхидейка успешно доезжает. Красивый, с бутонами или уже слегка раскрывшийся, приятный, ароматный и красивый орхидейкой. Конечно же не все орхидейки ароматные. И подытожим второй пунктик. Этот торфяной стаканчик очень важен орхидейкам во время транспортировки. Торфяной стаканчик удерживает влагу внутри грунта, внутри посадки, и орхидейка успешно преодолевает длинный и долгий путь к нам. Можно ли дальше пересаживать орхидейку с этим торфяным стаканчиком? Конечно можно, если у вас не повышенная влажность и более сухой воздух, вы спокойно можете с этим торфяным стаканчиком пересадить. Но здесь очень важный пункт, очень важно с торфяным стаканчиком правильно ухаживать за растением. И все беды и проблемы возникают с орхидейкой не из-за торфяного стаканчика, а из-за нашего неправильного ухода за растением. Потихоньку будем убирать торфяной стаканчик и немножко поговорим, что же за беда такая, почему мы где-то перелили, где-то не долили. Ну в общем и говорим, вот проблема в том, что из-за торфяного стаканчика начала гнить шея, начали гнить корни. Нет, по моим наблюдениям я вам честно скажу, не из-за торфяного стаканчика, а из-за того, что мы где-то неправильно поухаживали. Это знаете, вот как где-то мы перелили, где-то много раз налили, где-то не долили, где-то пересушили. И вот отсюда начинаются все беды, проблемы, качели и карусели. Это знаете, вот как у всех же есть бабушки, наверное, да. И все, наверное, замечали, как бабушка говорит, по крайней мере мне говорила. Ой, ты моя маленькая, что ж ты у меня такая маленькая худенькая, ты, мабуть, поганый язык. А аппетит был у меня в детстве хороший. Ну вот давай тебе погодую, давай что-то тебе наготую. И вот таким образом точно так же и мы с орхидейками. Вот ты моя маленькая несчастная, ты же недокормлена, недопойна. Давай я тебе наготую, давай я тебе напою, а потом в спадки тебе вкладу. Вот так же самая история и с орхидейками, да. Как наши бабушки заботятся о нас точно так же и мы заботимся об орхидейках, думая, что мы только делаем им хорошо. А на самом деле не всегда нужно орхидейку заливать, переливать. Нужно ей немножко ее корням давать просыхать, для того, чтобы они успели получить, трябить в себя всю ту воду, которую мы им дали. А мы, конечно же, и я точно так же. Вот я, кстати, наверное, по этой причине у меня немало орхидей, потому что я любительница пополивать. Мне всегда всех жалко, животное жалко, растение жалко. И вот именно по этой причине мне всегда хочется напоить, накормить. Та же самая история и с растением. Поэтому я стараюсь, даже когда я вижу, что... Мне кажется, что растение хочет пить, а оно еще не хочет пить. Я себя в последнее время приучила делать так. Полью-ка я их завтра или послезавтра. Я ухожу от них и не трогаю. Потому что все беды из-за того, что переливаем мы растение. Поэтому не переливайте, давайте в меру водичку, удобрения и все подобное. Тогда не будет проблем. Это касается и меня. Один листочек мне пришлось убрать, потому что... Сейчас покажу. Он был пробитый корешочком, который когда-то был и успешно пропал. Вот. И в этом месте такое, знаете, какое-то темное пятнышко. Но я лучше такие места обработаю, чем я потом буду иметь проблему с орхидейкой. Она вроде там сухая, высохшая, но и я ее кашкой фунгицидом, фундазолом я обработала. И тут где-то тоже пообрабатывала слегка, где мне показалось, что что-то мне не нравится. В целом корневая система хорошая. И мы будем сажать ее в двухлитровый горшочек. Вернее, этих двух красоток посадим в двухлитровый горшочек. Для пересадки мне понадобится двухлитровый горшочек с кашпо. Вот такой он горшочек у меня уже был от какой-то из орхидеек, я не помню от какой. Кого-то куда-то пересаживал, у меня остался горшочек. Это двухлитровый горшочек Ardeo. Я очень люблю использовать эти горшочки с кашпо. Мне они безумно нравятся, орхидейкам тоже они нравятся. У меня пойдет уже грунт, который подготовленный. Здесь идет микс у меня кокосовые чипсы. Здесь карапиня средней мелкой фракции с микоризой. Здесь у меня есть лечуза попадается, серамиз попадается. То есть в перемешку где-то кусочки маха попадаются. Я сама приготовила из грунтов, которые у меня были, этот грунт. И слегка он уже такой у меня был разработанной водичкой. То есть прям сильно я его не мочила, но немножко я его слегка разработала. И он уже почти просохший у меня. Получается живой мох, будем прокладывать его в промежутках. То есть это будет классическая посадка, кора без дренажа. Кора, мох и кокосовые чипсы, которые есть в смеси грунт. У меня пойдет крупная кора. Я практикую такие посадочки. У меня есть орхидейки, где на дно вместо дренажа у меня идет крупная кора. И дальше уже идет средней мелкой фракции кора с перемешкой с сампом. Можно видеть, что кашпо с таким фитилемчиком. Ну, это фитилек такой, знаете, на какой-то промежуток времени. Он прям не супер работающий. Вообще, по идее, чтобы был работающий фитиль, его нужно заводить и проводить аж поверх грунта, чтобы водичка поднималась по всему грунту через фитилек. Но я не использую часто фитилек. Он, в принципе, мне нужен только для каких-то промежуточных моментов, когда долго не нужно поливать орхидейки. Нужно где-то отлучиться для таких моментов. На постоянной основе я не выращиваю орхидейки, на постоянном фитиле. Первым делом, что мы делаем, мы примеряем орхидейку в это кашпо. Это кашпо подойдет ей идеально. То есть есть еще место, куда расти корневой системе. И сейчас мы на дно прокладываем крупную кору. И дальше уже все по классике жанра. Итак, на дно мы кладем крупную кору, хаотично, как вам удобно. Вот таким вот образом. Это не подходит немножко. И выкладываем кору на донышко. И по центру пойдет кора, пару кусочков. Сейчас примерим орхидейку, как она ей... Ну, тут еще вот можно кору проложить. Нажимаем не эту, а мы вот этот кусочек возьмем. И примеряем, как у нас садится орхидейка. Орхидейка садится отлично. То есть нам теперь надо ее отцентровать. Корешочки все аккуратненько я подбираю, поднимаю. Так, чтобы ничего не поломать. Не хочется ничего ломать орхидейки. И аккуратно, такими даже заворачивающими движениями, высаживаем орхидейку. И дальше начинаем засыпание грунта. Где-то корешок, который не пошел вниз, мы его направляем. И засыпаем так, чтобы во время засыпания грунта мы поправляем корешочки ближе к стеночкам, так, чтобы мы их видели, что происходит с корневой системой. Принялась, не принялась орхидейка. Ну, в общем, чтобы наши корешочки, вернее, корешочки орхидейки были всегда в нашем поле. Отцентровываем орхидейку и вот двумя пальчиками за горшочком я держусь за горшочек, чтобы не потерять точку центра, потому что часто бывает, когда засыпаешь, и уходит орхидейка в сторону. А хотелось бы, чтобы она была максимально по центру и росла красиво и интересно. И начинаем наш процесс засыпания грунта. Там, вовнутрь, где у нас пустоты, мы стараемся туда не трамбовать, но туда протолкнуть грунт. И когда будем поливать, это все дело будет смещаться, перемещаться и потихоньку будет уходить в центр, в центральную точку нашей орхидейки. Видите, то, о чем я говорила, что когда, как только начинаешь сажать, тут же пальцы уходят куда-то в сторону, и орхидейка идет за ними. И дальше засыпаем. Отлично, не трамбуй, если где-то воздушные карманчики образовываются, это не страшно. Орхидейки любят, когда воздушный грунт, тем более это эпифит, и им очень важно, чтобы было много воздуха. Влага, воздух и вода – лучшие друзья орхидейки. И дальше берем мох, и по кругу будем закладывать мох. Ох, запутался мох у меня. И вот так, только мы прокладываем мох не к шейке, а мы прокладываем по стеночке мох. К шейке стараемся не прокладывать мох, там будет просыпан грунт у нас. Вот так вот мы делаем. Мы стараемся вот вовнутрь туда, к шейке, не всывать мох, потому что это чревато загниванием, где-то перелили, где-то еще что-то, и орхидейка может загнить. Поэтому делаем самхом очень аккуратно и прокладываем его по кругу. А можно, если вы не хотите вообще видеть мох в посадке, и у вас достаточно влаги, и вам ваша температура, влажность и воздух в помещении позволяют выращивать орхидейки без мха, вы можете сделать классическую посадку. Это кора, кокосовые чипсы, и все, без мха. Но я мох добавляю. Орхидейки очень любят мох. Они любят, когда кто-то у них еще в горшочке такой растет, интересненький, подселенный. Поэтому я добавляю мох, и орхидейки очень хорошо реагируют и воспринимают мох в посадочек. Дальше что делаю я, чтобы орхидейки не гуляли в разные стороны, пока наша орхидейка освоится, пока она закрепится к новому грунту. Орхидейки еще такие, знаете, гуляющие будут, будем так говорить. Я вставляю цветоносики, только мы делаем максимально аккуратно, чтобы не пробить корни. И я беру и фиксирую этими же цветоносиками, которые были, орхидейку одну и вторую. Тем более у одной и второй есть по одному цветоносику. Это великолепно. Есть за что зацепиться. А если бы даже они отсохли, я бы оставила небольшие пенечки и за них не скрепила бы. И делаем вот так. И вот так. И все, орхидейка закреплена. Дальше она будет расти. Пока орхидейкам здесь не тесно. Им хорошо в этой посадочке. Как только я буду видеть, что они обросли корнями, и им уже тесно в этой посадке, я их рассоединю и пересажу по разным горшочкам. Ну а пока что, так как эти две орхидейки с самого начала еще от садовника росли в одном горшочке, и они дружили друг с другом, будем так говорить. Им было неплохо. Я оставляю дальше их в одной посадочке. Пусть они обрастают корнями, осваивают новую посадочку. Надеюсь, все примется, все будет хорошо. И потом уже по мере роста и развития растений мы посмотрим, пересаживать ее или, вернее их, или не надо их пересаживать. Ну, я думаю, со временем в любом случае придется эти растения рассадить, так как, зная, и у меня уже есть пират-пикаси, обычная, не в мутации бабочки. Я ее покупала маленькая, компактная, но она сейчас у меня разрослась просто как слон. Могу ее показать. Она сейчас не цветет, она сейчас отдыхает, но она просто огромнейшая. Я предполагаю, что и эти красотки, так как это один и тот же сорт, одни и те же пиратики, тоже разрастется, будет лопухастая, здоровая растение. А чтобы показать мое растение не в мутации бабочки, еще одного пиратика, берем этих красоток в кашпо. Посмотрите на этого слона. Вот она, пиратик. И вот ее цветоносик, это уже ее второй цветоносик. Цветоносик еще зелененький, есть живые почечки. И она вот такой вертолет. Была маленькой, компактной, а выросла слоном. Просто какой-то слоенок. Шейка жирная такая, плотненькая, хорошая. Корешочки здесь тоже хорошие, просто великолепные. Я ее как раз вчера поливала, напила. И здесь корней полный горшок. Я еще ее не пересаживала, потому что я еще пока насчет нее думаю. Я не знаю, оставлять ее себе или продать ее попробовать. Не знаю, что с ней делать. Пока что она у меня есть. Ее бы не мешало пересаживать, так как она уже большая, горшочек маленький. И она уже даже, так знаете, то есть за то, что маленький горшочек не по размеру, она уже даже подшатывается. Ее бы не мешало бы уже перевалить в новый горшочек. Но я пока этого не делаю, так как я еще не знаю, что мне с ней делать. Ну, то есть она у меня пока есть, А дальше посмотрим, что с ней будет и что я с ней буду делать дальше. Обычно добавляю прищепочку для того, чтобы была хорошая аэрация и циркуляция воздуха между самим горшочком и кашпо. Для того, чтобы проветривалось и воздух в самом кашпо не задыхался. И я ставлю вот такие забавные красивые прищепочки и у пиратика будет ананас. Так как грунт у меня просушен, корни орхидеи просушены, я сразу сделаю не замачивание, а пролив. Примерно 2-3 раза я пролью водичку таким образом, проливаю сюда, проливаю, 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 чтобы промок немножко грунт и немножко корни. И проливаю таким же образом сюда, а потом достаю это все дело. Обычная вода, ничего в воду я не добавляла, никаких удобрений, никаких добавочек. Самой обычной водой из-под крана я делаю пролив. И потом это все дело я в это кашпо. Раз, сюда. И делаем пролив этой же водичкой снова. Для того, чтобы мы дали увлажниться немножко корешочком и грунту. Немножко, чтобы была влага. А дальше, в ближайшие дни я посмотрю, как себя будут вести растения, что здесь просохло, что не просохло. И по мере просушки я снова сделаю полив, но уже методом замачивания в кашпо, как обычно я это делаю. Вот и весь пролив, корни у нас влажные, грунт у нас намок, корни попили водички. Я смотрю, вот тут не посмотрела внимательно, сделала такие, знаете, пустоты. Ну, это в принципе ничего страшного. Если орхидейка примется и все будет хорошо, она эти пустоты спокойно заполнит корешочками. И есть вероятность того, что даже может пробиваться сквозь горшочек. Но если пробьется, посмотрим, что будут делать. Ничего в этом случае не поделаешь. Такие они орхидейки. Свои корешочки любят пробивать в щелочке, а потом обратно возвращают их в горшочек, понимая, что что-то не то они сделали. То есть вся обычная и классическая пересадка орхидейки, ничего сложного нет. Обычный грунт, кора кокосовой чипсы и мох тоже имеет место быть. Но очень важно делать ту или иную посадку в зависимости от того, какая у вас температура, какой у вас климат в вашем городе, в вашей стране, какая у вас влажность. И к этим всем факторам уже подбирается тот или иной грунт. Те грунты и те посадки, которые я показываю всем моим орхидейкам в моих условиях, в моем климате, подходят и нравятся. Торфяной стаканчик это не панацея, это не страшно. Орхидейки спокойно могут жить и расти с торфяным стаканчиком. Очень важно. И все зависит только от нас, от нашего ухода, от нашего полива, перелива, недолива. Здесь очень важно правильно ухаживать. И орхидейка спокойно может расти даже с торфяным стаканчиком в новой посадке. Многие, наверное, обращали внимание, что я у орхидеек делаю такие палочки-подпорки. Для чего я это делаю? Я делаю для того, чтобы орхидейка росла ровно. То есть таким образом я формирую во время роста и развития орхидейки рост ровной и красивой кроны листьев. Вы, наверное, обращали внимание в сторах интернета видео, как голландцы выращивают орхидейки с маленьких малышей. И каким образом они формируют эти самые красивые ровные кроны орхидей, в которых листья растут вверх ровно и красиво. Они одевают специальный такой пластиковый колпак, который поднимается примерно вот до такого уровня листочка орхидейки. И таким образом он формирует ту самую ровную, красивую розетку, крону листьев у орхидейки. И я таким образом пришла к тому, что дома я не буду делать такие колпаки. У меня нет времени этим заниматься. Поэтому я покупаю обычные кухонные палочки, это шпажки. И при помощи них формирую крону розетки у орхидейки там, где это нужно. Там, где орхидейка растет ровно и красиво, я этого не делаю. А там, где есть орхидейки, которые способны заваливаться по бокам, там я делаю такие подпорки листьев. Мне нравится эстетически, когда у орхидейки растут листья красиво, сформировано ровненько. И поэтому таким образом я формирую ровную, красивую розеточку листьев у орхидеи. Но если вам это не нравится, вы не хотите этого делать, это делать не обязательно. Это по желанию, это как вашей душе угодно. Можно оставить орхидейку, чтобы она росла, спадающей вниз, как она растет в природе, лианкой вниз и при этом растят цветоносики. Она будет тоже их сбрасывать вниз красивыми каскадами. Можно так оставить. Здесь на вкус и цвет у всех фломастеры разные. Вы можете играть как хотите, придумывать что хотите. Это просто очень интересно и забавно. В мире орхидей экспериментировать, что-то придумывать, что-то делать свое. А также с цветоносиками очень интересно формировать цветоносики так, как вы хотите, так, как вы это видите. На том самом этапе пока еще это возможно. Пока цветоносик, к примеру, мягкий. И точно так же и с листьями орхидейки. Пока они еще податливые. И если они податливые, то это все можно спокойно делать. А мы орхидейку как раз пересадили. И вот в этом случае спокойно можно формировать крону так, как хотите и видите вы. К примеру, есть орхидейка Makeup Beauty, по-моему, или как-то так называется. Я уже название не помню. Название я прикреплю в видео, как называется эта орхидейка. Изначально она росла у садовника вот таким вертолетиком. И понятное дело, что здесь листья безумно плотные. И я ничего уже не могу сделать для того, чтобы сформировать ту самую розетку, которая мне нравится. То есть она уже так зафиксирована. И по большому счету можно, но я просто поломаю листья. А их здесь очень-очень много, но я этого не делаю. И вот дальше она растет вот такие вертолетики, самолетики, огромные листья. Поэтому вот в таких случаях я ничего не делаю. Я не формирую никакую розетку. Я уже оставляю растение так, как оно есть. Главное, она растет ровненько столбиком. Пока что не заваливается. Но как только начнет заваливаться, я помогу ей удержать ровную розетку. При этом с одной из сторон зафиксировать опорочку. И дальше она не будет западать, а будет расти ровно вот таким огромным вертолетиком. Спасибо вам за то, что вы принимали участие вместе со мной в пересадке пиратиков. Всем хорошего настроения, пышного вам цветения. Потому что сейчас как раз такой пик, когда у многих орхидейки практически не цветут. То есть мы ждем того золотого момента, когда начнут пробиваться цветоносики. И потом начнется буйное и красивое пышное цветение у наших орхидеек. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok